Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа Спортмикс в студии Тахир Гафуров, а спонсором нашей передачи выступает торговый дом Дордой Плаза. Ищите подходящий спортивный инвентарь по всему городу? Сравнивайте цены! Огромный ассортимент спортивных товаров, популярных брендов для взрослых и детей. Дордой Плаза. Все для вашей спортивной семьи. Итак, в физкультурно-оздоровительном комплексе Газпром детям прошел чемпионат Каргизской Республики по борьбе дзюдо среди взрослых. И сегодня мы вам покажем финальные схватки этих соревнований как среди мужчин, так и среди женщин. На ваших экранах весовая категория до 60 кг. Здесь встретились Равшанбек Асанов, он в белом кимоно. И в сием кимоно его соперник Нургазы Умю Кубаныч. Равшанбек Асанов представляет город Каракол, специализированную детско-юношескую школу Олимпийского резерва города Каракол. Ему 19 лет. Равшанбек является бронзовым призером первенства Каргизской Республики 2019 года среди юношей. В 2021 году на чемпионате страны среди взрослых боролся за третье место, но в схватке за бронзу уступил Ханбалоту Рызбекову. На международной арене Равшанбек выступает с 2018 года. Ну а вы видели, что Нургазы Умю Кубаныч получил оценку Шида. И схватка продолжается в стойке. Итак, Равшанбек на международной арене выступает с 2018 года. В том же 2018 году он стал бронзовым призером из Сыкульского Кубка Азии среди кадетов. Соперник Равшанбека Асанова Нургазы Умю Кубаныч немного постарше, ему 21 год. Он представляет Республиканский спортивный колледж имени Шарова-Садыкова. Кубаныч является бронзовым призером первенства Кыргызской Республики 2019 года среди юниоров. На тех соревнованиях в схватке за третье место он нанес поражение Талгату Кенжубекову. Также Кубаныч является бронзовым призером чемпионата Кыргызстана 2021 года среди взрослых. В схватке за третье место он нанес поражение Камчубекову. На международной арене Нургазы Умю Кубаныч начал выступать в 2019 году. Пронимал он участие в трех Кубках Азии среди юниоров в Ташкенте, Алматы и Бишкеке, но в число призеров не попадал. Итак, финальная схватка весовой категории до 60 килограмм. Как вы знаете, в этой весовой категории у нас боролся Атар Бистаев. И в этом же весе боролся еще один наш джедаист Айбек Улу Кубаныч Бек. Ну вот если Кубаныч Бек перешел в категорию выше и на этом чемпионате Кыргызской Республики выступал в весе до 66 килограмм, то Атар Бистаев уже попрощался, так сказать, с большим спортом и в настоящее время работает в Академии джедо. Таким образом, молодежь у нас представлена в этом году в весовой категории до 60 килограмм. Вы видели вторую оценку Шиде, получил Норгазеуми Кубаныч. И таким образом, пока по замечаниям ведет Рафшенбек Асанов. Ну и вот, как я уже сказал, в этом году весовая категория до 60 килограмм представлена молодыми спортсменами. Ну и сразу отмечу, что бронзовыми призерами в этом весе стали Ханболот Рызбеков, Тайманбас и Тугол Канадбеков, Республиканский спортивный колледж. Итак, 40 секунд остается до окончания схватки. Пытается провести прием Рафшенбек Асанов, не получилось. Схватка остановлена и будет продолжена в стойке. В настоящее время Национальную федерацию дзюдо Тургызстана возглавляет Джалбашбек Колбаев. Как любители спорта, любители дзюдо знают, Джалбашбек Колбаев пришел на этот пост в 2016 году. И с тех пор он возглавляет эту федерацию. И за это время, конечно же, наши дзюдоисты, во-первых, добились больших успехов на международной арене. Ну и, конечно же, не стоит забывать, что с приходом Джалбашбека Колбаева на пост президента нам было доверено проводить международные соревнования. И, как вы помните, в 2017 году впервые у нас прошло первенство Азии среди кадетов и юниоров. Итак, завершилось у нас основное время финальной схватки. И дополнительное время Golden Score. Пока по замечаниям ведет Равшанбек Асанов. У него одна оценка Шида и две оценки Шида у Нургазы Умбаныча. Ну так вот, как я уже сказал, в 2017 году впервые мы провели первенство Азии среди кадетов и юниоров. А в 2021 году у нас здесь, в Бишкеке, прошел чемпионат Азии среди взрослых по дзюдо, в котором приняло участие довольно много элитных спортсменов и чемпионов мира, призёры мира и олимпийских игр. Японцы были представлены практически полным составом. Ну вообще, чемпионат Азии в 2021 году получился у нас довольно представительный. Илдос Сметов, призер олимпийских игр, чемпион мира выступал на этом чемпионате. Ну и, как вы помните, может быть, проиграл он в четвертьфинале Айбеку Улу Кубаныч Беку. Ну и, конечно же, не стоит забывать, что именно на чемпионате Азии в Бишкеке у нас появился первый чемпион Азии. Им стал Владимир Залоев, который выступал в весовой категории до 81 килограмма. До этого у нас чемпионов Азии по дзюдо не было. У нас было среди мужчин 9 бронзовых призёров и 1 серебряный призёр. Ну и среди женщин только Ольга Артамонова была бронзовым призёром. Вот таким образом Владимир Залоев стал первым кыргызстанским спортсменом, который завоевал звание чемпиона Азии. Ну и, как вы знаете, Владимир Залоев единственный, кто принял участие от дзюдоистов в Олимпийских играх в Токио. Ну, правда, неудачно проиграл он в первой же схватке. А у нас идёт Голден Скор. Дополнительное время. Попытался Кубаныч провести приём. Не получилось. Схватка остановлена и будет продолжена в стойке. Пока ни одному, ни другому спортсмену не удается провести результативную атаку. Ну и, наверное, можно отметить, что Равшанбек Асанов получает вторую оценку Шида. Таким образом, счёт сравнивается по замечаниям 2-2. И теперь уже борьба будет идти или до первого приёма, или до первого замечания. Вот, провёл атаку Равшанбек Асанов. Но посчитали, что не было здесь в Азаре. И, таким образом, схватка продолжается. Вот ещё один приём. И, в итоге, удаётся Равшанбеку Асанову провести результативную атаку. Заработал он оценку в Азаре. Давайте ещё раз посмотрим этот момент. И, таким образом, представитель города Каракон становится чемпионом Кыргызской Республики в весовой категории до 60 кг. С чем мы его и поздравляем. Следующая весовая категория до 66 кг. Здесь встретились Суранал Иолу Данияр. Он в белом кимоно представляет команду Республиканского спортивного колледжа имени Широлы Судыкова. Ну и в синем кимоно. Айбек Умикубан Эльжбек. Наш жадоист, который впервые принимает участие в соревнованиях в этой весовой категории. Напомню, что он выступал в весе до 60 кг. О Данияре я практически ничего не могу сказать. Это ещё довольно молодой спортсмен. Ну, Айбек Умикубан Эльжбек представлял команду города Ош. Ему 21 год. Умикубан Эльжбек является победителем международных спортивных игр «Дети Азии» 2016 года. Победитель международного турнира «Хан Манас» 2017 года. На международной арене выступает с 2016 года. Неоднократно становился Кубан Эльжбек чемпионом Кыргызстана среди кадетов, юниоров и взрослых. Также Кубан Эльжбек является... Ну, вот мы видим атаку в исполнении Айбеку Умикубан Эльжбека. Никак не оценивается это действие и схватка будет продолжена в стойке. Итак, Айбеку Умикубан Эльжбек является бронзовым призером открытого Кубка Европы 2017 года в Туле. Серебряный призер Кубка Азии 2017 года среди кадетов в Черчаке в Узбекистане. Бронзовый призер первенства Азии 2017 года среди кадетов. Еще одна атака в исполнении Кубан Эльжбека удалось вывернуться, так сказать, в Сураналы Уму Даньяру. И таким образом схватка продолжается в стойке. Но второе замечание получает Сураналы Уму Даньяр. Вторую оценку Шуда. И схватка продолжается в стойке. Также Кубан Эльжбек является чемпионом Азии среди юниоров 2018 года. На первенстве мира 2018 года среди юниоров занял пятое место. В 2019 году Кубан Эльжбек стал... А вот атака прекрасная в исполнении борца в Синим Кимоно. И Айбек Уму Кубан Эльжбек выигрывает эту схватку, бросив своего соперника на япон. Ну и еще ряд наград завоевал Айбек Уму Кубан Эльжбек. Ну и конечно же, наверное, самая существенная награда среди взрослых это бронзовая медаль чемпионата Азии 2021 года. Когда в борьбе за третье место он выиграл узбекистанцы Кимарана Мурилаева. Итак, Айбек Уму Кубан Эльжбек становится чемпионом Кыргызстана в новой для себя весовой категории до 66 килограмм. Бронзовыми призерами веса до 66 килограмм стали Тимирлан Джасынов команда СДШор и Эрбол Абахбеков команда СДШор Генфин. Ну а мы с вами смотрим финальную схватку весовой категории до 73 килограммов в белом кимоно Эльжбек Уму Мурсалим и в синим кимоно Ченгас Хан Сагиналиев. Мурсалим представляет команду специализированной детской юношкой школы Олимпийского резерва. Ему 20 лет, является победителем открытого первенства СДШор спортивных единоборств среди кадетов 2016 года, чемпион Кыргызской республики среди юношей 2018 года. На международной арене выступает с 2017 года, является серебряным призером первенства Азии 2017 года среди кадетов. На юниорском первенстве Азии 2021 года занял 5 место, уступив в схватке за бронзу Ахмадзоду Масуги из Таджикистана. Соперник Мурсалима Ченгас Хан Сагиналиев представляет команду Республиканского спортивного колледжа. Он является бронзовым призером первенства Кыргызстана 2019 года среди кадетов, чемпион Кыргызстана 2019 года среди взрослых, бронзовый призер чемпионата Кыргызстана 2020 года среди взрослых, чемпион Кыргызстан 2021 года среди юниоров. Вот пока по одному замечанию Шида имеют спортсмены и схватка продолжается в стойке. На международной арене Чангас Хан начал выступать в 2018 году и в первых для себя стартах на открытых Кубках Европы в Туле и Анталии занял 7 место. В 2018 году на первенце Азии среди кадетов он был пятым. В 2019 году Чангас Хан стал серебряным призером открытого Кубка Европы среди кадетов. А вот на первенстве Азии среди кадетов, выиграв австралийца Джордана Гринбинга, монгола Булгантамира Даваадорджа и иранца Абалфазла Исайзе, он стал победителем соревнований и завоевал звание чемпиона Азии среди кадетов. Также в 2019 году Чангас Хан стал бронзовым призером первенства мира среди кадетов. Ну а мы видели атаку в исполнении Чангас Хана Саганалиева и благодаря вот этому приему он выиграл эту схватку броском на Япон. Таким образом Чангас Хан стал чемпионом Кыргызстана 2022 года весовой категории до 73 кг. Следующая весовая категория до 81 килограмма здесь встретились Алмаз Жан Улмил Тигин, он в белом кимоно и синим кимоно Асад Масабирас. Тигин представляет команду СД Эшор, ему 18 лет. Он является серебряным призером открытого первенства СД Эшор города Бишкек среди юношей с 2016 года, на международной арене выступает с 2019 года. Является бронзовым призером Кубка Азии среди кадетов с 2019 года. Соперник Алмаз Жан Улмил Тигина Асад Масабиров представляет команду Октябрьской специализированной детской юношеской школы Олимпийского резерва. Асаду 21 год, он является чемпионом Кыргызстана 2019 года среди юниоров. На международной арене выступает с 2017 года, но пока результатов не показал. Ну и вот хотелось бы отметить, что в весовой категории до 73 килограмм бронзовыми призерами стали Радбек Жуманазаров и Эртур Турдубаев. Оба они представляли команду СД Эшор. Ну а в весе до 81 килограмма бронзовых наград удостоились Фарух Мамаджанов и Азиз Сабиров. Также оба спортсмена представляли команду специализированной детской юношеской школы Олимпийского резерва. Ну и наверное для любителей дзюдо не секрет, что борец в синим кимоно Асад Масабиров живет, учится и тренируется в Японии. Кстати, вот получает оценку Шида Асад Масабиров и схватка продолжается в стойке. Ну так вот, как я уже сказал, тренируется, учится и живет Асад в Японии. Ну и вот на чемпионаты страны он прилетает из Японии специально, чтобы поучаствовать в этих стартах и, так сказать, войти в состав сборной. Ну а мы видели, что за односторонний захват был наказан Алмазжану Лутигину, также получил замечание Шида и таким образом по одной оценке Шида у обоих спортсменов. Ну и кстати, если у Алмазжана Лутигина полуфинал был достаточно легкий, то Асад Масабиров в полуфинале боролся довольно долго. Отборолись они основное время, но и в Голдумскор они порядка 8 минут, по-моему, боролись. Но в итоге Асад Масабиров выиграл и таким образом вышел в финал. Итак, схватка у нас продолжается, чуть более одной минуты остается до окончания этой финальной схватки. Ну и напомню, что в этой весовой категории до 81 килограмма довольно долгое время, практически на протяжении 10 лет, нашу страну в этом весе до 81 килограмма представлял Владимир Залоев. Наш первый и пока единственный чемпион Азии под зудо среди взрослых. Ну, до этого Владимир Залоев был призером чемпионата Азии, бронзовым призером. Ну и также Владимир Залоев был призером нескольких турниров серии Гран-при. Итак, близится у нас к завершению финальная схватка категории до 81 килограмма, пока ни одному, ни другому спортсмену не удается провести результативную атаку. Ну и можно сказать, что в принципе, тоже оба спортсмена маловые, правда, Асах Масабиров на три года старше Алмазжана Улу Тегина. Пытается что-нибудь предпринять борец с линием кимоно, не получается, схватка остановлена и будет продолжена в стойке. Ну, если вспомнить немного историю дзюдо, историю нашей федерации, то можно отметить, что федерация дзюдо Кыргызстана была образована в 1973 году. Так что на следующий год у нас будет юбилей Национальной Федерации, дзюдо 50 лет. Итак, основное время схватки завершено и у нас дополнительное время. Голден скоро попытался Тегин провести прием, не получилось и схватка будет продолжена в стойке. Ну, так вот, как я уже сказал, на следующий год 50-летний юбилей будет отмечать наша Национальная Федерация дзюдо. Ну и можно также напомнить, что в конце 20-го тысячелетия Национальная Федерация дзюдо Кыргызстана определила лучшего дзюдоиста 20-го века. Ну и напомню, что им стал первый мастер спорта СССР от Кыргызстана, первый мастер спорта международного класса Кыргызской СССР, чемпион спартакиады народов Советского Союза 1983 года, неоднократный победитель и призер различных международных турниров, член сборной Советского Союза с 1973 по 1983 годы, Абдужалил Юнусов. Ну и как вы знаете, в настоящее время Абдужалил Мажитович является главным тренером Национальной сборной Кыргызстана по дзюдо. Ну и помогает ему на этом посту также в прошлом наш известный дзюдоист Ислам Баилинов. А вот Сергей Владимирович Лестрюков, который в прошлом году был на посту старшего тренера нашей сборной, в настоящее время стал старшим тренером Академии дзюдо. Итак, полторы минуты дополнительного времени Голдин скоро у нас прошло. Попытался Асад Масабиров провести прием, не получилось. На болевой пытался перейти Алмазжану Улотиген, так же не вышло. И спортсмены ставятся в стойку. Схватка продолжается. Вот немного подустал, по-моему, Алмазжану Улотиген. А вот Асад Масабиров более-менее, так сказать, полегче дышит. Ну, в принципе, насколько я знаю, вот в Японии на тренировках проводят спортсмены подряд более 10 схваток, вот таких коротких. Ну, и, конечно же, за счет этого вырабатывается функциональная подготовка, хорошо спортсмены дышат. Ну, и, в принципе, здесь вот было заметно, то, что функционально Асад Масабиров, в принципе, готов довольно хорошо. Попытался Асад провести прием, вышел из этого трудного положения Алмазжану Улотиген. Никакую оценку не получил борец с Синим Кимоно, и схватка будет продолжена в стойке. Ну, и, в принципе, можно отметить такой факт, что чемпионат у нас проходил, когда это прошлось на девятый день прибытия Асада Масабирова в Бишкек, и, возможно, вот сказалась акклиматизация на девятый день. Ну, в принципе, хотя, довольно неплохую борьбу показал Асад Масабиров, но, возможно, вот немного помешало ему действовать более активно, именно вот акклиматизация. Вновь остановлена схватка и будет продолжена в стойке. Пока 1-1 у нас по замечаниям Шида приводят спортсмены в порядок экипировку, и вот вторую оценку Шида получает Алмазжану Улотиген за пассивное ведение борьбы. Ну, и также, наверное, стоит отметить, что немного изменились правила в борьбе дзюдо. Так, в настоящее время можно за схватку, так сказать, полностью заправляться всего один раз. То есть, как бы, вот снимать пояс, заправлять киноно, имеется в виду без разрешения рефери на татами, вот можно вот это делать один раз. Второй раз уже будет спортсмен сниматься. Ну, видимо, это сделано для того, чтобы, если вы помните, раньше спортсмен за схватку мог несколько раз снимать пояс, поправлять киноно, завязывать киноно. А вот мы видим атаку в исполнении Асада Масабирова, и в итоге он выигрывает эту схватку броском на Япон. Давайте еще раз посмотрим этот момент. Чистая победа Асада Масабирова, и таким образом он не только становится впервые чемпионом Кыргызстана среди взрослых, но и выполняет норматив мастера спорта Кыргызской республики. Ну, в принципе, все финалисты чемпионата страны выполняют норматив мастера спорта. Ну и бронзовыми призерами веса до 81 килограмма стали Фарух Мамаджанов и Азист Сабиров. Оба из команды СДЭШОР. Ну, а мы смотрим следующую финальную схватку. Весовая категория до 90 килограммов. Здесь встретились Орлан Шерафон в белом кимоно и в синим кимоно Анарбек Ихинбаев. Орлан представляет команду октябрьской СДЭШОР. Ему 23 года. На международной арене выступает с 2015 года. является серебряным призером первенства Азии среди кадетов 2015 года. Бронзовый призер Кубка Азии среди кадетов 2015 года. Бронзовый призер первенства Азии среди юниоров 2017 года. Также Орлан является бронзовым призером Кубка Азии среди юниоров 2017 года. На первенстве мира 2017 года занял пятое место, уступив в схватке за бронзу немцу Тиму Гранкову. В 2018 году Орлан стал бронзовым призером Кубка Европы в Паксе и в Праге, а также завоевал серебряную медаль на Кубке Европы в Лигнана. В том же 2018 году Орлан стал бронзовым призером Кубка Азии и завоевал звание чемпиона Азии среди юниоров. Ну и в прошлом году на двух последних турнирах серии Гранд Слэм в Баку и Абудами Орлан Шеров занимал пятое место. Соперник Ирлана Анарбек Ишинбаев представляет команду СДУ Шорт. Ему 19 лет, является чемпионом Кыргызстана 2018 года среди юношей, серебряный призер первенства страны 2019 года среди юниоров, бронзовый призер чемпионата Кыргызстана 2019 и 2020 годов среди взрослых, чемпион Кыргызстана 2021 года среди юниоров. На международной арене Анарбек выступает с 2018 года, является бронзовым призером Кубка Азии 2018 года среди кадетов в Ташкенте, бронзовый призер Кубка Азии 2019 года среди кадетов в Алматы. Также Анарбек является серебряным призером первенства Азии среди кадетов 2019 года. Мы видели атаку в исполнении Ирлана Шерова и выигрывает он эту схватку броском на Япон. Но об Анарбеке Ишнбаеве еще можно сказать то, что он является чемпионом Азии 2021 года среди юниоров. Но у нас чемпионом страны в категории до 90 килограмм становится Ирлан Шеров. Бронзовыми призерами в этом месте стали Айбек Балтабаев, Октябрьская СДЭШОР и Шакир Шакиров, команда СДЭШОР. Еще одна весовая категория до 100 килограмм. Здесь встретились Керим Казатов и Ауманбет Мамазаиров. Керим Казатов в белом кимоно представляет команду СДЭШОР, ему 23 года. СДЭШОР является серебряным призером чемпионата страны 2017 года, чемпион Кыргызстана 2019 года, серебряный призер чемпионата Кыргызстана 2020 года. На международной арене Керим выступает с 2017 года. СДЭШОР является бронзовым призером Кубка Азии в Алматы 2018 года, бронзовый призер первенства Азии среди юниоров 2018 года. Также в 2018 году Керим Казатов стал бронзовым призером юниорского Кубка Азии на Иссыкуле. Соперник Керима Ауманбет Мамазаиров представляет команду города ОШ. Он является бронзовым призером чемпионата страны 2018 и 2019 годов, чемпион Кыргызстана 2020 года. На международной арене Ауманбет выступает с 2018 года, является серебряным призером юниорского Кубка Азии 2019 года в Бишкеке. Сразу отмечу, что бронзовыми призерами в этом весе до 100 кг стали один Бурзаев, СДЭШОР и Айбек Акимов, также команда СДЭШОР. Ну и сразу отмечу, что весовой категории свыше 100 кг в финальной схватке не состоялось в связи с отказом Канадбека Айманова. И в итоге чемпионом Кыргызстана 2022 года стал Бекболот Токтагонов. Ну а бронзовыми призерами стали Телег Абибеков, команда СДЭШОР Единоборов и Кадыша Сатаров, город Каракол. Итак, ШИБА получает у нас Керим Казатов оценку и схватка будет продолжена в стойке. Видимо, небольшое повреждение получил Алманбет Мамазаиров, но вроде бы все обошлось и схватка продолжается в стойке. Ну, как любители спорта помнят, в прошлом году на чемпионате Кыргызстана среди взрослых первое командное место заняла сборная города ОШ. Ну и в этом году, конечно, у Бишки Кчан было особое желание, так сказать, отыграться, чтобы забрать первое общекомандное место. Итак, попытался Алманбет Мамазаиров провести прием, не получилось. Хорошо обороняется Керим Казатов, но вот, в бросок, по-моему, в Азаре было, но схватка остановлена. Видимо, в Азаре все-таки не было. На таз упал Керим Казатов. Да, вот, 0-0 счет. Да, там даже не на бах, на таз упал. Ну, естественно, это движение не засчитывается. Таким образом, у нас по-прежнему нет результативных приемов. И одну оценку Шуда имеет Керим Казатов. Попытался Керим провести прием, не получилось. Хорошо обороняется Алманбет Мамазаиров. И схватка будет продолжена в стойке. Ну и вот, как я уже сказал, весовой категории свыше 100 кг чемпионом страны стал Бекболот Токтагонов. А вот Юрий Краковецкий, один из наших самых известных дзудаистов, неоднократный призер чемпионатов Азии, участник двух олимпийских игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро, также, так сказать, завязал с большим спортом. Ну, все знают, что Юрия довольно долго преследовали травмы. И вот в прошлом году он все-таки решил завершить свою спортивную карьеру. И, как я знаю, разговаривал я с Юрием Краковецким. И он решил, так сказать, продолжить свою карьеру в дзюдо, но уже в качестве рефери. Ну и, конечно же, пожелаем Юрию успехов на этом новом для него поприще. Менее минуты остается у нас до окончания основного времени этой финальной схватки. Вторую оценку Шида получает Керим Казатов. И схватка продолжается в стойке. Пытается Алманбет Мамазаиров навязать свою борьбу. Ну, пока, как мы видим, не удается... Не удается Алманбету провести прием. Хорошо обороняется Керим Казатов. И схватка продолжается в стойке. А вот атака в исполнении Алманбета Мамазаирова. И в итоге выигрывает он эту схватку, бросив своего соперника на икон. Давайте еще раз посмотрим. Атака в исполнении Алманбета Мамазаирова. И он завоевывает звание чемпиона Кыргызстана 2022 года. Вот таким образом прошли соревнования у нас среди мужчин. Ну, а теперь наш рассказ о соревнованиях среди женщин. На ваших экранах весовая категория до 52 килограмм. Здесь в финале встретились Жанар Жалдошева. Она в белом кимоно. И в синим кимоно Зерегуль Кадырова. В весовой категории до 48 килограмм в финале встречались Нордана Амурбекова из СДШор Гельфин и Алмагуль Токтабаева из команды СДШор. В итоге Алмагуль Токтабаева получила три оценки Шида. И таким образом чемпионкой страны стала Нордана Амурбекова. А третьи места в весе до 48 килограмм заняли Канакей Балатбекова, Чуй, Исабира, Кожамбердеева, СДШор Гельфин. Ну, а мы видели атаку в исполнении Жанар Жалдошевой. Заработала она оценку в Азаре. Насколько я понял, да, оценка в Азаре и схватка будет продолжена в стойке. Жанар Жалдошева представляет команду города Каракон, является чемпионкой Кыргызстана 2020 и 2021 годов среди кадетов, чемпионкой Кыргызстана 2021 года среди юниоров, ну и чемпионкой Кыргызстана 2021 года среди взрослых. То есть в 2021 году Жанар Жалдошева завоевала звание чемпионки Кыргызстанской республики во всех возрастах по кадетам, юниорам и взрослым. Соперница Жанар Жалдошевой из Зири Гулькадырова представляет команду спортивной школы Тайманбас. Но о ней, в принципе, пока ничего сказать не могу. Ну и отмечу, что бронзовыми призерами весовой категории до 52 кг стали Аяна Арысколбекова и Каял Амантурова. Обе спортсменки представляют команду СДВШОР. Итак, замечание Шида получает Зири Гулькадырова. Таким образом, по одной оценке Шида у спортсменок схватка продолжается в стойке. И чуть более одной минуты до окончания этой финальной схватки. Ну и, как я уже сказал, у нас имеется всего одна призерка Азии за всю историю Таргызстана. Это Ольга Артамонова. Она завоевывала бронзовые медали на чемпионатах Азии 1996 и 2000 годах. Два раза Ольга становилась бронзовым призером. В настоящее время занимается она тренерской деятельностью. Итак, облизится у нас к завершению финальной схватки в категории до 57 килограмм. Попыталась Зири Гулькадырова провести прием. Не получилось. Хорошо обороняется Жанар Жалдошева. Ну и в итоге ставятся спортсмены в стойку. Вот, как я уже говорил, в прошлом году впервые в истории нашей страны прошел у нас чемпионат Азии. В нем приняли участие дзюдоисты из 29 стран. Ну и хотелось бы напомнить еще раз, что довольно серьезный был турнир. Так как на чемпионате Азии зарабатывались очки на Олимпийские игры. Ну а у нас завершилась схватка в весовой категории до 52 килограмм. И в итоге чемпионкой страны становится Жанар Жалдошева. Город Каракол. С чем мы ее и поздравляем. Следующая весовая категория до 57 килограмм. Здесь встретились Саули Алмазова, она в белом кимоно, и в синим кимоно Жанны Бекказы Сабрина. Саули Алмазова представляет город Каракол. Является чемпионкой Кыргызстана 2017 года среди кадетов. Бронзовый призер первенства Кыргызстана 2017 года среди юниоров. Бронзовый призер открытого республиканского турнира среди кадетов в Казахстане 2017 года. Также Саули является бронзовым призером международного турнира Кубок Хан Манас 2017 года. На первенстве Азии 2017 года среди кадетов заняла 5 место. Чемпионка Кыргызстана среди взрослых 2020 года. Вторую оценку Шида получает Жанны Бекказы Сабрина. И таким образом по оценкам Шида ведет Саули Алмазова. Бронзовыми призерами в этом весе стали Бек Мурза Казы Шаида Октябрьская СД Шор и Рабия Борубаева Тайманбас. Кстати, Жанны Бекказы Сабрина также представляет команду спортивной школы Тайманбас. И так ставятся спортсменки в стойку и схватка продолжается. Ну так вот, как я уже говорил, на Олимпийских играх в Токио представлял нашу страну один дзюдоист, Владимир Залоев. Ну и будем надеяться, что в Париже наши дзюдоисты также примут участие. Итак, Жанны Бекказы Сабрина заработала оценку в Азаре и ведет в этой схватке. Ну и можно напомнить, что практически с 1992 года, когда выступала объединенная команда СНГ, наши дзюдоисты постоянно принимали участие в Олимпийских играх. В 1992 году Дина Матфутова вошла в состав объединенной команды СНГ. В 1996 году в Атланте участвовали в Олимпийских играх Вадим Сергеев и Наталья Кулигина. В 2000 году в Сиднее приняли участие пять наших дзюдоистов и, как вы знаете, именно в 2000 году первую медаль Суверенному Кыргызстану принес дзюдоист Айдин Смогулов, завоевавший бронзовую медаль. На 28-х Олимпийских играх в Афинах честь Кыргызстана защищал Эркин Ибрагимов. В Пекине нашу страну представляли Талант Джанагулов и Елена Проскуракова. В Лондоне в честь Кыргызстана защищали Чингис Мамедов и Юрий Краковицкий. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Кыргызстан был представлен Атаром Бестаевым и Юрием Краковицким. Ну и, как я уже говорил, в Токио выступал Владимир Залоев. Ну и, конечно же, в 2016 году, вы помните, что уступил Юрий Краковицкий в четвертьфинале. Ну и потом в утешительной встрече также уступил. Хотя была очень хорошая возможность у Юрия именно в Бразилии, в Рио-де-Жанейро завоевать медаль, войти в число призеров. Ну вот мы видели атаку в исполнении Саули Алмазовой, но вот я говорил, что ввели новые правила. Так вот, теперь, когда проводится прием и есть некая пауза при проведении приема, то есть вот сначала как бы на ног упал дзудаист, а потом идет доворачивание на спину, то вот такие приемы теперь не считаются. То есть прием должен проводиться без пауз. Вот такой прием будет засчитываться. Так что вот, несмотря на то, что, может, вам показалось, что все-таки была оценка в Азаре, когда атаку провела Саули Алмазова, но вот, тем не менее, рефери на татами дал сначала в Азаре, но потом эту оценку отменили. И таким образом победу в этой схватке одержала Жанабек Кызы Сабрина и завоевала звание чемпионки Кыргызстана 2022 года. Следующая весовая категория до 78 килограмм. В белом кимоно Шахида Нар Мухамедова, чемпионка Кыргызстана 2020 года. Как вы знаете, Шахида из Каракола. И вот буквально на первых секундах она выигрывает эту схватку броском на Япон у Динары Камчебековой. Еще раз смотрим этот момент. Ну и бронзовыми призерами в этом месте стали Айшеки Леш, команда Республиканского спортивного колледжа и Одина Норматова КНО. Ну и весит свыше 78 килограмм. Динара Халмурзаева, она в белом кимоно, буквально вот за 6 секунд выиграла у своей одноклубницы Ильеры Акишевой и стала чемпионкой страны. А бронзовыми призерами стали Элла Мусаева и Айшан Анарбекова. Вот таким образом завершился у нас чемпионат Кыргызской Республики 2022 года. Ну и мы, конечно же, поздравляем всех победителей и призеров этого чемпионата. Мы желаем всем нашим спортсменам дальнейших успехов в спорте, а сейчас наша традиционная рубрика, которая называется «Карвин Ньюз». Всеми любимый спортивный комплекс открыл свои двери в 1999 году и предлагал своим гостям такие спортивные направления, как плавание, теннис и фитнес. Прошло какое-то время, и в мире многое поменялось, как в спортивных направлениях, так и в спортивном оборудовании. И в 2014 году «Карвин Клуб» был полностью реконструирован. В настоящее время «Карвин Клуб» – это спортивно-оздоровительный комплекс с огромным выбором направлений и услуг в сфере фитнеса, плавания, тенниса. Но все по порядку. Здесь имеются взрослые и детские бассейны, где члены и друзья клуба могут заниматься плаванием, водным полом и аква-аэробикой. В просторном тренажерном зале под присмотром профессиональной команды инструкторов вы сможете стать подтянутым и мускулистым. К вашим услугам тренажеры от известных мировых брендов «Прекор» и «Хойст», многофункциональная рама для кроссфита и индивидуальный подход к каждому клиенту. Здесь же имеется профессиональный боксерский ринг для занятий боевыми единоборствами. В «Карвин Клубе» к вашим услугам студии групповых программ, сайкла и йоги и крытый теннисный корт, отвечающий всем современным требованиям. Для самых юных любителей здорового образа жизни предусмотрены такие направления, как художественная гимнастика и дзюдо. В «Карвин Клубе» вы сможете пройти профессиональную реабилитацию, фитнес-тестирование и кинезиотерапию. Также к вашим услугам комплекс саун, хамам и различные виды массажа. Здесь для взрослых и детей действует 7 видов клубных карт сроком на 3, 6 и 12 месяцев. Ну и ко всему прочему, в «Карвин Клубе» для членов клуба и их друзей проводятся соревнования по плаванию, теннисные турниры, фитнес-туры, а также праздники и другие мероприятия. «Я выбираю «Карвин». Теперь твоя очередь». В общем, добро пожаловать в «Карвин Клуб». Фитнес-клуб премиум класса номер один в Кыргызстане. Время нашей передачи подошло к концу. С вами был Тахир Гафоров. До свидания, до следующих выходных. Редактор субтитров А.Семкин